Окружили и покусали. Свора бродящих собак напала на рубежанина. После встречи с животными у мужчины искусаны ноги и спина. И это не единичный случай. В городе местные жители боятся наступления темноты. Говорят, в сумеречное время животные атакуют активнее. Именно на этом пустыре более 10 бездомных собак напали на мужчину. Это место находится в центре города, между двумя микрорайонами. Дмитрий идет немного прихрамывая. С левой ноги сегодня сняли повязку, на правой раны еще не зажили. Как и десятки других рубежан, мужчина стал жертвой нападения бездомных собак. Дмитрий уверен, для него это могло бы закончиться летальным исходом. Рассказывает, первым на помощь к нему пришел обычный прохожий, который отгонял собак палкой. Позже приехала скорая и полиция. Мужчине назначили уколы от бешенства. Не на камеру признается. Радует, что не 40 уколов, как раньше, а всего 5. Вчера ночью от собак еле унес ноги и этот рубежанин. Я шел мимо церкви, нарвался на 100 собак. Чуть не порвали, еле ноги унес. Мужчина там проходил мимо, подскочил тоже с палкой. По словам местных жителей, власти знают о проблеме, но не реагируют. Родители волнуются за маленьких детей, а вечером и сами боятся выходить из дома. У меня там живет внучка, учится в этой школе. И вот мне приходится девочка 5-6 класс. Я хожу ее встречать, потому что там невозможно пройти. Невозможно. Нужно же принимать какие-то меры. Они плодятся и плодятся. В мэрии считают, от горожан обращений было недостаточно. Первый заместитель городского головы Андрей Якунин констатирует, на питомник город денег не выделял. А вот отловом животных занимается сертифицированная фирма. Находится она в городе Изюм. Работает по договору. Отлов одной собаки, получается, в данный момент больше 1000 гривен стоит. Собаки по новому законодательству отлавливаются максимально гуманным способом. Компания, которая занималась отломом собак, она из города Изюм. Можете представить себе логистику и, соответственно, цену на отлов собак. Письма, возможно, были, когда приходят люди, письма в прошлую каденцию, позапрошлую. Конкретно по данному случаю никто не обращался. Поверьте, мы реагируем сразу. Никто из запрошенных нами рубежан никогда не видел, чтобы собак в городе отлавливали. Надежда Литвинова, Александр Буряк, Пудии.